Коллеги, еще раз здравствуйте. Сейчас расскажу немножко про техническую поддержку, как она организована у нас, чем мы пользуемся. Так как мы разрабатываем плагин Helpdesk for Jira, собственно говоря, мы с помощью него оказываем поддержку. Не только этот плагин приходит нам на помощь, ведь, как сказала ранее Елена, ну и как вы, наверное, уже поняли из общего контекста нашего с вами мероприятия, очень много дополнительных плагинов, которые помогают так или иначе решить ваши кейсы. Поддержка бывает разная. Мы небольшая команда, которая, собственно говоря, оказывает совершенно широкий спектр услуг по технической поддержке. Мы оказываем рядовую техническую поддержку по настройке приложений для наших клиентов, помогаем настроить Jira, помогаем, просто консультируем, администрируем сервера для Jira. У нас есть поддержка 24 на 7 для наших клиентов по подписке, то есть мы продаем пакеты поддержки и полностью 24 на 7 поддерживаем клиентов в каких-то критических ситуациях, это тоже немного отдельная поддержка. Есть поддержка наших приложений. Так, мы являемся marketplace вендором. Для нас очень важным элементом нашей работы, и вообще это тоже большая часть нашего бизнеса, это приложения на marketplace. у нас их в портфеле 15, и, соответственно, мы там оказываем тоже поддержку по ним, отвечаем на вопросы, занимаемся их развитием. Что для этого вообще используется, какие есть каналы поддержки, вообще каналы взаимодействия, работать с клиентом. Соответственно, первый, основной, наверное, канал, он больше не про приложения, это про продажи, консультации, это наш сайт и форма обратной связи, и, собственно говоря, у нас на сайте. При регистрации обращения на этой форме запросы передаются автоматически к нам в Jira в соответствии с тем, что выбрал клиент. Вот, например, здесь покупка продукта и услуг. Я совершенно точно знаю, что этот запрос попадет в очередь к моим коллегам, которые отвечают за распределение заявок по продажам. Если бы там был выбран баг или что-то другое, то, соответственно, это поступило в работу команде разработки. Здесь на форме видно результаты, что произошло, спасибо за обращение и номер заявки. Дальше клиенту автоматически создается, если бы он ранее не был нашим клиентом, создается учетная запись у нас в хеллдеск системе, и он уже может пользоваться порталом самообслуживания. Я его чуть позже вам покажу. Здесь это односторонняя система, подал заявку и дальше уже работаешь через хеллдеск, придет email, уведомление о том, что спасибо за ваш запрос, можете отслеживать его судьбу в личном кабинете, либо там будут приходить нитификации с почты. Следующий канал – это email. Ну, понятно, это такой классический вариант развития событий, просто поддержка по email, можно там отправлять письма и взаимодействовать по почте. После отправки писем тоже приходит уведомление о том, что создано письмо. Ну и в целом дальнейшие все коммуникации можно тоже осуществлять через почту и не пользуясь порталом, потому что часто бывает, клиенты даже не знают, что у них есть доступ в портал, там все происходит по почте. В принципе, удобно, да, там письма объединяются в цепочки, и больше особо ничего не нужно для этого делать. Сейчас вот будет показан пример, как выглядит письмо о том, что ваш запрос зарегистрирован. Ну, с учетом того, что у нас большая часть клиентов, которые общаются с нами, англоговорящие, у нас там часть отбивок вот приходит на английском, но в принципе тут все довольно просто. Спасибо за запрос. Мы начали над ним работать. Следующий канал – это портал самообслуживания. Он полностью реализован у нас на нашем решении Helpdesk for Jira. Соответственно, здесь есть возможность выбрать несколько языков. Можно настроить любую локализацию. У нас есть клиенты из разных стран. Они просто просят часто, сделайте нам локализацию. Мы помогаем сделать им локализацию. Это довольно просто делается. Дальше можно создавать запрос, выбрав его из каталога услуг. Портал единый, сквозной на все ваши проекты. Это такая интересная история. Собственно говоря, вот здесь мы видим, как при создании запроса появляются связанные запросы, похожие по заголовкам, тому, что пользователь создает. Ну и, соответственно, можно там удобным для вас образом эту форму сконфигурировать. Такой тоже немаловажный момент, потому что вот здесь форма, она очень легко конфигурируется. И вот это вот отображение вашей заявки. Вот в Helpdesk, в Service Desk такого нет, например, а мы сделали. Мы из коробки можем показывать, настраивать какие-то поля, то есть давать пользователю видеть там вложения, видеть SLA и так далее. Любое из этих полей можно настроить видимость для клиента. Ну, собственно говоря, дальше вот пользователь классическим образом может переписываться здесь. Точно так же он будет общаться с поддержкой. Можно посмотреть запросы, которые у вас есть. Вот здесь мы используем не только Helpdesk, но и Helpdesk в связке с CRM. CRM поставляет вам список компаний, справочник компании. Вот здесь у меня есть вкладка «Мои компании». То есть можно посмотреть все обращения по моей компании и увидеть, что там происходит. Какие были обращения от имени вашей компании. Следующий наш канал – это фидбэк-форма на наших плагинах. То есть встраивается обычная веб-форма, там можно выбрать тоже тип запроса. И, собственно говоря, пользователь может прямо из плагина отправить запрос нам в техническую поддержку. Либо это запрос на улучшение, либо какая-то ошибка. Тут уже совершенно неважно. Мы помогаем максимально просто выстроить взаимодействие с нашим. Мы хотим выстраиваем его максимально простым для нас образом и удобным для клиента. Соответственно, пользователь получает обратную связь о том, что с вами свяжутся обязательно. Ну, вот так, на минуточку, это так форма встроена в наш клауд-аддон, календарь, димит-календарь. Соответственно, вот каналы такие. В принципе, пользователь общается с нами в основном по почте, но часто кто-то пользуется кастомер-порталом и из портала с нами общается. В принципе, это тоже удобно, кто часто пишет нам запросы. Следующая история – как вообще происходит обработка обращений. Ну, собственно говоря, там тоже ничего такого особенного, сверхъестественного. У нас царит демократия в компании. Каждый настраивает себе рабочий стол так, как ему удобно. Это рабочий стол мой. Соответственно, я его настроил таким образом, как мне удобно. Я вижу метрики, которые мне интересны. Соответственно, здесь на рабочем столе каждый может сфокусироваться на том, что ему интересно. Например, сейчас используется типичный гаджет Jira. Все его знают. Я вижу запросы по фильтру, которые назначены сейчас на меня. Вижу SLA. Ну, собственно говоря, это все, что мне необходимо для обработки, чтобы принять решение о том, что мне нужно начать работать с этим запросом. Также я вижу статистику. Мне потому что интересно смотреть, что у нас происходит в рамках квартала по обращениям, какая ситуация, там, мониторю какие-то вещи. И можно посмотреть удовлетворенность пользователей. Опрос тоже, соответственно, такой гаджет небольшой. Ну, хочется видеть. Пришел на работу, посмотрите, какое вообще настроение, какая погода по планете. Это все можно настроить, конфигурировать таким образом, как вам нужно. То есть обычный GQL, вы пишите его, и он работает на вас. Соответственно, дальше у нас есть такой рабочий стол, My Lovely Work. Я думаю, те, кто к нам эпизодически заходит, Антон Колин очень любит про него рассказывать. Это реально отдельная история, как этот рабочий стол настраивается. Я думаю, мы там можем вам отправить ссылки, если интересно. У нас есть рабочий стол, и, приходя на работу, каждый из нас может зайти на этот рабочий стол и понять, что ему нужно делать. Соответственно, здесь у меня определены параметры, что у меня показываются запросы по поддержке. Какие запросы в поддержке, что нужно сделать сегодня. Соответственно, на сегодня в работе, и там, что нужно сделать, распределяется, как обычная Kanban-доска. Соответственно, тоже такой один из вариантов работы и для сотрудников как это все настраивается и как это живет в реально welcome к нам на youtube канал можно посмотреть интересный рассказ антона про это здесь любые запросы которые к нам поступают мы любим естественно все автоматизировать здесь нам нужно чтобы при взятии в работу были заполнены все необходимые поля есть какие-то поля не были заполнены запрос в работу взять не получится когда мы эти поля заполнили мы можем продолжать работать с заявкой работа заявка проходит в классическим образом это собственно говоря обычный обычная джира да вот здесь мы сейчас добавляем комментарии шаблона можем сделать его публичным либо там частным каким-то здесь соответственно у меня стоит здесь соответственно обычная форма джира который конфигурируется под вас сами создаете вот принципе удобный нативный интерфейс все что необходимо для работы на нем есть дальше соответственно если мы работаем запросами и какое-то время не получаем фидбэка от клиента по этому запросу мы настроили используем plugin automation настроили такие автоматические отбивки что если в течение трех дней пользователь не отвечает нет каких-то действий по обращению то поступает письмо такое напоминание посмотрите ваш запрос 3 дня не обрабатывал дальше еще через три дня приходит следующее напоминание и есть уже после следующего напоминания заявка не была обработана просто автоматически закрывается и соответственно из отчетности мы довольно базовую отчетность используем я тоже там все детали наверно изучать не нужно потому что каждый определяет сам для себя какая отчетность нужно в каком виде он может посмотреть то есть вы в принципе и там у вас каждый своего соки из в голове и представляете какой отчет если вам нужно видеть нам в принципе вот я вижу базовый отчет по удовлетворенности да это стандартный гаджет который используется здесь просто пайчарт по по оценкам в разрезе департаментов разных периодов они все настраиваются можно выбрать период какой проект просто по gql задать также используется так мы продаем платную поддержку оксана все немного говорила о нашем продукте epic time for jira соответственно здесь у нас есть такой рабочий стол поддержки можно посмотреть сколько запросов от клиента на какое количество часов было потрачено из того что мы продали здесь собственно говоря все необходимую информацию видно такого числа у нас контракт по поддержке с клиентом сколько мы времени по поддержке уже потратили сколько времени осталось ну соответственно там какой рейтсио да сколько процент из расходов это очень удобно мы можем там мониторить у нас такая же форма встроена в запросы по платной поддержке то есть сотрудник который берет запрос из себе в поддержку он может увидеть что так вот этот запрос тянет на три часа у клиента осталось два часа соответственно запросы говорит извините мы не сможем там обработать нам или нужно там либо квоту увеличить либо еще что то но это такие переговоры то есть аккаунт менеджер сигнализирует об этом так или иначе плюс вот это такое одно из применение пик тайм на самом деле мы его используем в проектах мы будем использовать эту историю вот у ребят внедрение по проектам проектным офису это тоже интересно потому что проекты ведутся как правило в рамках эпика и дальше мы уже прилинковываем туда задачи и тоже таким же образом отслеживается утилизация вообще ресурсов по проекту там может быть и проект или какой-то реализация какого-то продукта активно используем дата план вообще это наш любимый инструмент отчетности он очень гибкий простой понятный там позволяет практически все кейсы решить вот собственно говоря там вот здесь например можно посмотреть запросы в поддержку за последний год там было три тысячи запросов там в среднем там шести шью там максимум 24 за один день да ну собственно говоря там значит что то произошло в этот день когда было 24 запроса собственно говоря так но это касается поддержки собственно говоря по плагинам такой интересный момент это обратная связь я думаю все любят собирать обратную связь от своих клиентов клиенту после закрытия его запроса я вот себя пропуск на парковку заказывал поступает письмо с просьбой оценить работу я выбираю на какую оценку хочу оценить и и отправляю если хочу могу дописать какой-то комментарий пожелание там собственно говоря ура я сделал мир легче лучше вот такой тоже интересный момент и очень удобный про вот такие базовые вещи наверное что касается поддержки я рассказал сейчас с удовольствием отвечу на ваши вопросы о нашему продукту вообще по нашей поддержке может быть кто-то сталкивался с нашей поддержкой и хочет дать нам фидбэк коллеги вопроса очень интересно дмитрий спасибо пользуемся плагином вашим холдеском обращаемся в поддержку вопрос очень интересный как вы время все-таки регистрируете сколько затратил таких специалистов поддержки или по кнопке или можно автоматически чтобы он считал сколько задачах на экране есть два я вижу два там варианта решения то есть либо в ручном режиме можно там списать время либо повесить на экран перехода time tracking ну то есть на экран закрытия например или перевода в какой-то статус там waiting for customer или что-то еще до чтобы он списывал каждый раз время вот этот специалист поддержки либо приз при переводе на закрытие повесить на экран на окно time tracking в обязательном порядке и все ну там есть ну наверное проще сделать чтобы да это на статус на статусе было да но не сможет просто перевести следующий статус если не заполнит обязательные поля то есть он не сможет закрыть запрос есть не заполнит информацию о time tracking ну какого такого инструмента чтобы вот он перевел в прогресс сидит и там начал работать и пока вот он работает идет время такого вот нет ну потому что мы точно сложно на самом деле кейс и да там много много нюансов всяких может быть там что-то есть на эту тему у темпа вот но там есть нюансы у меня есть вопрос я как раз общался с вашей поддержкой и мне очень понравился ваш человек в виде c3po который можно закрывать через две недели заявки вот каким образом это реализовано это вот автоматика или же все же таки это со стороны другой заявки идет закрыть и последующие закрытию это автомашином реализовано то есть это сделано с помощью автомашина он отслеживает там изменение обновления заявки смотрит какой статус и там срабатывает автоматизация ну собственно не мешает нам доделать агрегирующие заявки да там прилинковать таким же образом инциденты к проблемам проблема решается интенда закрываются все да привязаны к нему то есть это тоже с помощью автоматизация такая фишка до доступна сервис деск да 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 из коробки есть спасибо вопрос такой у вас разработка отделена от саппорта нет они почти вместе то есть можно прямо из поддержки заявка прилетает она попадает на разработка и он утилизирует время куда в разработку в саппорт как это все работает история это зависит рабочая история я понял это зависит от услуги на самом деле какой выбрал клиент мы экспериментировали на эту тему у нас было сначала все заявки шли на первую линию а потом шли в разработку но сейчас у нас есть услуга 1 по ней запросы идут прямо разработчику вот то есть можно можно тикет напрямую создать разработчику потом это все тайм трекингом все это обслуживается то есть это все в жире то это тайм плагином или как соответственно вот время мы активно отслеживаем только в платной поддержке вот я собственно говоря продемонстрирую вот этот гаджет который по платной поддержке в нем мы до отслеживаем время то есть вы не у вас не разделены команды команды саппорта команды разработки она одна но в целом в целом но они как бы разные но мне надо больше технический вопрос по плагину helpdesk первый это вопрос можно ли в helpdesk разделить видимость для обращения вот именно действительно так потому что у нас сначала все пользователи которые не агенты да все пользователи видели все заявки а потом мы закрыли это и каждый пользователь видит только свою заявку возможно ли настроить именно в helpdesk так чтобы руководитель допустим видел заявки всех своих подчиненных то есть у нас с актив директоре планируется интеграция и понятно что штатное расписание тоже будет понятно вот так чтобы пользователь мог зайти сколько хочу согласования сделать но автоматизировать процесс согласования с руководством каких-то обращений то как раз хочу видимость настроить кастом на возможно у нас есть это собственно говоря имеет связь с crm отчасти да с нашим плагином crm вот у нас здесь есть security level вот здесь можно чтобы видел репортер видели коллеги и все кто ходит группы team lead то есть в принципе вот можно настроить такую секьюрити схему или добавлять руководителей например там автоматически в наблюдатели заявки то есть каким как-то так да то есть это можно реализовать посмотреть там подумать какие могут быть нюансы я я рассматриваю варианта не хотел покупать crm исключительно из-за этого даже да но это секьюрити схема на серомом реализовано да мы это делали мы обращаемся к справочнику скриптрайнером добавляем участников и так в этом проекте реализовывали то что было единственно возможный вариант как-то подтянуть руководителя то есть crm на самом деле крутая штука он позволяет автоматически подтягивать к любой заявке руководителя да 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 уже 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 потом не думать до нужно согласование это как раз таки вот можно с помощью crm только этот кейс закрыть очень много кейсов со справочниками связано контактная информация все эти вещи они могут быть решены с помощью crm без проблем контактную информацию И второй вопрос про цепочки писем. Каждый раз, когда письмо прилинкуется к обращению, все картинки, все изображения, они тоже линкуются. Если они в цепочке писем повторяются, то это в тачментах, там просто такая мусорка получается. Можно ли как-то вот это обойти? Потому что если переписка затягивается, то надо скроллить очень долго, чтобы дойти уже до комментов. У меня по умолчанию аттачменты просто свернуты. Нет, там очень много важной информации бывает тоже. Просто иногда одна картинка раз в 10 может повториться в одном. Да, с этим есть проблема. Может быть нужно подтюнить обработчик почтовый, чтобы он все это обрезал как-то. Ну хороший кейс на самом деле. Можно подумать, что можно сделать, как какую-то автоматизацию, что-то подтюнить в общем процессе. Спасибо. Скажу в ответ, у нас такая же проблема была. Email ish решает, а можно картинки не на автоматически обрезать. Кстати, вопрос сейчас. А у вас есть какое-то решение под скриншоты? Вот техподдержка отвечает, чтобы скриншоты кидать сразу же клиент видел. Было бы очень удобно. Может есть что-то? Да, то есть почта уходила, техподдержка отвечает, показала, вот сюда зайти, нажать, было бы реально удобно. Мы используем Zephyr. У них есть вот из браузера, когда какие-то ошибки передаешь, есть собственно говоря расширение для хрома, но сразу позволяет перебросить запрос поддержку, выбрать проект, внести все необходимые атрибуты. Zephyr. Может быть еще кому-то интересно, я просто не помню, как называется. А, Capture, да, Zephyr, точно. Да, да, да. Еще какие-то, может быть, есть вопросы, пожелания? Все, коллеги, супер, большое вам спасибо. Мы вроде бы уложились, и я полагаю, что мой доклад был последним, да? Все, большое вам спасибо, очень здорово, что вы все пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ